Азбука Гурмана Добро пожаловать в программу Азбука Гурмана. Сегодня мы будем учиться готовить пасту. Мы приготовим соус бешамель. Познакомимся с генуэзским песто. Мы правильно очистим и нарежем шампиньоны. Итак, сегодня мы приготовим следующее блюдо. Тельятелли под парижским соусом. И папарделли с соусом песто. Для приготовления этих блюд нам понадобятся следующие кухонные принадлежности. Поварской нож. Венчик. Скалка. И ступка. Для приготовления свежей пасты нам понадобятся свежие яйца, вода, соль, растительное масло и мука. Наливаем воду в миску и растворяем в ней соль. Когда соль растворилась, добавляем яйца и как следует размешиваем все венчиком. Если бы мы положили яйца перед солью, соль вряд ли бы хорошо растворилась. В отличие от воды, жирные субстанции не растворяют соль. Затем наливаем в миску немного растительного масла. Будьте осторожны, не налейте слишком много. В противном случае тесто будет плохо слипаться. Сразу кладем большое количество муки. Добавлять будем только по мере надобности. Для пасты мы берем две части муки на одну часть жидкой смеси. Таким образом, на килограмм муки понадобится полкило жидких ингредиентов. Жидкие ингредиенты – это вода, яйца и масло. Также обращаем ваше внимание на то, что на каждые 100 граммов муки нужно брать одно яйцо. При этом каждое яйцо весит около 50 граммов. Хорошенько размешав тесто, перекладываем его на стол, где удобнее месить. Месить – значит сдавливать и растягивать тесто, при этом не разрывая его. Плохо вымешанное тесто потом неважно раскатывается. Очень важно хорошо вымесить тесто. Тогда оно будет эластичным, ровным, и мы сможем хорошо его раскатать. Когда тесто готово, с него не сыплется мука, оно не прилипает к рукам и к столу. А текстура его совершенно однородная. Закончив готовить тесто, сформируем из него шар. При надавливании оно должно быть упругим. Это значит, что глютен хорошо распределился по всей массе. Тесто вымешано хорошо, и мы можем двигаться дальше. Разрезаем шар посередине. Обе части хорошо отделяются друг от друга из-за высокой эластичности. Внутри мы видим равномерный цвет и пузырьки воздуха. Это еще один признак хорошо выполненной работы. Заворачиваем тесто в пищевую пленку и убираем в холодильник. А теперь приготовим соус бешамель. Нам понадобятся следующие ингредиенты. Сливочное масло, мука, молоко, лавровый лист, тимьян, лук и гвоздика. Растапливаем сливочное масло в сковороде на среднем огне. Когда масло хорошо растопилось, добавляем к нему пшеничную муку. Количество муки должно соответствовать количеству сливочного масла. Это ру – загуститель, сделанный из равных частей муки и сливочного масла. Ру может быть разного цвета, в зависимости от продолжительности приготовления. Для соуса бешамель мы готовим основу в течение двух минут. При этом непрерывно помешиваем ее во избежание образования комков. Завершив процесс приготовления, переливаем ру в миску и охлаждаем. Теперь приготовим молоко с луковицей клуте. Луковица клуте – луковица с гвоздикой. Берем семена гвоздики и втыкаем их в луковицу. На каждый литр молока нам понадобится 2-3 семени гвоздики. Не используйте слишком много гвоздики, поскольку у нее очень сильный аромат. Чтобы приготовить ароматное молоко, кладем в нужное нам количество холодного молока луковицу клуте, тимьян и лавровый лист. Ставим молоко на огонь, доводим до кипения и сразу снимаем. Затем накрываем пищевой пленкой и ставим в сторону на 10-20 минут. За это время ароматы специй должны хорошо распределиться по молоку. Полученное ароматное молоко выливаем в охлажденную основу. При этом нагревать ру не требуется. Ставим смесь на огонь и доводим до кипения, непрерывно помешивая, чтобы не осталось комков. Позднее, когда соус начнет загустевать, смените венчик лопаточкой. Если все время перемешивать соус венчиком, он начнет разделяться на части. Когда соус закипел, держим его еще 2-3 минуты на огне, после чего добавляем соль и специи. Соус бешамель – отец всех соусов, сделанных на основе ру и молока. Готовый соус можно хранить некоторое время в холодном месте. Для этого нужно перелить его в миску и накрыть пленкой прямо по поверхности соуса. Броматология учит нас сразу накрывать горячие жидкости пленкой, чтобы избежать конденсации и не нарушить текстуру и вкус соуса. Вот что нам понадобится, чтобы приготовить соус к пасте. Хорошенько моем шампиньоны, прежде чем начать их готовить. Шампиньоны моем очень быстро в холодной воде, поскольку они обладают способностью впитывать воду, а это плохо скажется на качестве соуса. Просушив шампиньоны, нарезаем их на 4, 6 или 8 частей, в зависимости от размера грибов. Теперь делаем нарезку брюнуа из чеснока. Удаляем сердцевинку, которая плохо усваивается. Сперва нарезаем чеснок тонкой соломкой, а затем маленькими кубиками. Это и есть нарезка брюнуа. Ширина каждого кубика не должна быть больше 2 миллиметров. Нарезаем ветчину соломкой. Такой вид нарезки называется жульен. Классический размер соломки 6 сантиметров на 1-2 миллиметра. Когда все ингредиенты нарезаны, можно начинать готовить соус парижский. Сначала растапливаем в сковороде сливочное масло. Следите за тем, чтобы огонь был не очень сильным. В противном случае масло подгорит. Сперва выкладываем куриную грудку, нарезанную соломкой. Сатируем мясо на медленном огне всего несколько минут. После чего достаем его и охлаждаем. В ту же сковороду кладем еще сливочного масла, растапливаем его и добавляем шампиньоны с ветчиной и чесноком. Следите за тем, чтобы чеснок не подгорел. Подгоревший чеснок сильно ухудшает вкус блюд. Пора добавлять сливки. Они отделят прилипшие к днищу сковороды кусочки мяса и грибов. Пусть смесь немного упарится. После чего мы добавим соус бешамель, приготовленный чуть раньше. Доводим все до кипения и держим на огне около двух минут. Основа ру делает соус бешамель очень густым. Выкладываем куриное мясо и готовим еще 3-4 минуты. Соус готов. Пора возвращаться к пасте. Достаем завернутое в пленку тесто из холодильника. Оно стало чуть менее эластичным и очень хорошо растягивается. Посыпаем стол мукой, чтобы тесто не прилипало к нему. Мы рекомендуем раскатывать тесто на деревянной поверхности, которая значительно облегчает процесс. Движения скалки должны быть направлены от центра к краям. Так более эффективно разрушаются глютеновые связи. Тесто для пасты нужно раскатать очень тонко, ведь в процессе приготовления паста утолщается. Прежде чем нарезать тесто, посыпьте его небольшим количеством муки, чтобы кусочки пасты не слипались. Начинаем нарезать тольятелли. Тольятелли – кусочки пасты шириной 7 мм и длиной 30 см. Нарезав тольятелли, вывешиваем их с помощью ножа на сушилку для пасты. Паста должна хорошо просохнуть, чтобы во время приготовления она не слипалась. Процесс просушки длится 2-3 часа. Отвариваем пасту в кастрюле с большим количеством воды. На каждые 100 граммов пасты берем примерно пол-литра воды. Чтобы паста не слипалась, ее обязательно нужно хорошо просушить и использовать большое количество воды во время приготовления. На каждый литр воды кладем примерно 30 граммов соли. Идеальная степень готовности пасты – «molto al dente», то есть слегка сырая паста. Завершаем готовить пасту непосредственно в соусе, чтобы она впитала в себя его ароматы. Перед подачей на стол выкладываем пасту в глубокую тарелку и посыпаем ее рубленной петрушкой. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Переходим ко второму блюду. Раскатываем тесто и нарезаем его более широкими полосками, чем раньше. Ширина полос от 3 до 5 сантиметров. Они называются папардели. Вывешиваем полосы на сушилку. Если у вас нет специальной сушилки для пасты, просто оставьте пасту на столе и хорошенько посыпьте ее мукой. Хорошо высушенную пасту можно хранить в полиэтиленовом пакете в холодильнике до 3 месяцев. Для соуса пасту нам понадобятся следующие ингредиенты. Сыр пармезан, оливковое масло, соль, базилик, кедровые орешки и чеснок. В приготовлении соуса песто традиционно используется ступка. Кладем в ступку чеснок, кедровые орешки, базилик и соль. Соль поможет быстрее растереть ингредиенты. Начинаем все хорошенько растирать. Если у вас нет ступки, то же самое можно сделать с помощью блендера или кухонного комбайна. Когда ингредиенты превратятся в однородную пасту и хорошо перемешаются, добавляем оливковое масло и тертый сыр пармезан. Готовый песто можно хранить в небольших бутылях или контейнерах в холодильнике до 3 месяцев. Перекладываем соусы в миску и ставим в холодильник. Тем временем приготовим папардели. Для этого вскипятим большое количество воды и добавим к ней соль. На каждый литр воды нужно 30 граммов соли. Вновь готовим пасту до степени molto al dente. Слово dente переводится как зуб. Это значит, что паста должна быть не разваренной, а плотной. Достаем пасту из воды и перекладываем ее в миску с соусом песто. При этом соус не должен быть слишком теплым. В противном случае зелень пожухнет и соус изменит цвет. Чтобы сделать соус более легким и кремообразным, добавьте к нему немного воды, в которой варились папардели. Если вы использовали для соуса песто замороженный базилик, ваш соус не будет достаточно темным. Перед подачей на стол выкладываем пасту в глубокую тарелку. Поскольку мы использовали прохладный соус, тарелку лучше согреть. Украшаем блюдо листиками свежего базилика и тертым сыром пармезан. В сегодняшнем выпуске мы научились готовить пасту своими руками. Мы сделали тольятелли и папардели. Мы узнали, что основа для соуса бешамель называется ру. А бешамель, в свою очередь, служит основой для парижского соуса. Мы приготовили генуэзский песто. На этом мы заканчиваем сегодняшний урок. Увидимся в следующем выпуске программы «Азбука Гурмана». Режиссер Ариэль Табуада. Генеральный продюсер Мартин Тейтельбаум. Исполнительный продюсер Себастьян Цирюльник. Оператор Роберто Урдампеллета. Производство компании «Промофильм» 2005 год. Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО «Ред Медиа». «Нари» «Производство компании в мире» Субтитры подогнал «Симон»